Добрый день, уважаемые дамы и господа! С вами Константин Белый. Я отвечаю на ваши вопросы. Вопрос был задан провокационный, но мне придется на него отвечать, потому что он задается уже не первый раз. Ну, давайте, я отвечу. Это вопрос преимущества печи Руси. Я бы даже добавил бы, о чем молчит Теплодар. Вот. Мы в свое время, работая с компанией Теплодар, конечно же, хвалили печь Русь. На тот момент это была одна из лучших печей, которая могла создавать режимы русской бани. Конечно, она имела и имеет по сей день недостатки, которые еще, как говорится, не исправлены. И Теплодар их не исправляет. Вот о чем он и молчит. Потому что он из года в год обновляет только дизайн печи Русь. Но то, что это была сбалансированная печь по нагреву помещения и по нагреву камня, то, что она хорошо поддерживала режимы, не перегревая помещения, то, что у нее была вентилируемая каменка, это было на тот момент просто прорывным. Надо отдать должным ее создателю Ивану Ивановичу, который смог увидеть в этой конструкции именно рациональное зерно. Но уже прошло столько времени, создалась она еще, по-моему, в 2003 году, если мне память не изменяет. И по сей день она выпускается в той же самой конструкции, с тем же самым коллектором, который давно уже устарел и который критикует все. Поскольку коллектор очень сильно забивается зольными остатками. Почистить их там это целая проблема, невозможно практически их почистить. Фактически, пока не снимешь дымоход, печь не почистишь. То, что она, как говорится, имеет ограничения по парогенерации. Ну, камень остудили, дальше что? Ждите его нового программа. И вот эти вот нюансы, которые набираются в нового, о них Теплодар как раз и молчит. Он не хочет этих понимать. Он просто-напросто гонит и гонит. Вот как была популярность, как мы ее растиражировали, эту печь Русь. По сей день они также ее продолжают выпускать с теми же ошибками со всеми. Ну, там приукрасят, там рюшечки на нее навесят, ну там еще что-то, конфигурацию немножко изменят. Но от этого все остается без изменения, вся топка и все. На сегодняшний день есть прототипы печи Русь. Они появились у многих производителей. Даже у того же термофора, топка с такими же задатками сделана. У костер это чисто новое, кажется, видение печи Руси. Вот, поэтому печь Русь уже на сегодняшний день это, ну, фактически классика начала 2000-х годов. И она такой и останется. Но это никак не самая передовая, не самая лучшая печь. Ей до печи казачка теперь уже очень-очень далеко. И я, ну, понимаю, почему тогда, когда я предлагал вот такую цилиндрическую печь выпустить компанию «Теплодар», и они просто-напросто руками замахали. Они именно тогда и увидели, что возможность создания новой печи нового поколения, ну, убьет их, ну, то, что печь Русь, может быть, она бы осталась, ну, там, честно, Мандерзина, но их печь Сибирь, их печь Сахара, однозначно бы ушли в небытие. Поэтому я очень им благодарен, компания «Теплодар», что они в свое время не приняли мои, кажется, предложения по вот этой печи, мы в тот момент ее называли «Цилиндрическая печь», печь по-белому, в разные этапы по-разному. Но вот сейчас она созрела как печь казачка. И поэтому давайте, как говорится, вопросы о печи Русь оставим как исторические. Это наша история, это интересная разработка, которая на сегодняшний день занимает определенное положение недорогих печей, но время ее ушло. Поэтому, ну, у кого не хватает сильно средств, все, ну, можно печь Русь поставить там, ну, как говорится, на какой-то период. Это ваш выбор. Я ответил на ваши вопросы, если нет, задавайте. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok